Алексей Михайлович Домрачев, житель южной части города, пришел на депутатский прием впервые. Минсенер говорит, пришел послушать отчет о деятельности городской думы и задать волнующий его вопрос. Кто должен платить за уличное отопление? Девять депутатов городской думы, а это почти половина состава органа местной власти, сегодня пришли на встречу с теми, кто больше года назад отдал за них свои голоса. Отчитаться перед горожанами за свою работу и ответить на волнующие вопросы жителей южной части города это еще и их обязанность. Председатель городской думы Александр Ковалев в начале встречи с избирателями напомнил о составе действующей думы и о работе четырех комитетов, на которые депутаты выносят актуальные городские проблемы, так и об участии депутатов в сессиях думы. Собравшиеся узнали о том, чем занимается комитет по экономике и бюджету. Председатель думы отметил, что основная задача комитета – это увеличение доходной части местного бюджета. Потом добавил, что приходится решать вопросы местного значения с той денежной базой, которая имеется. Последние пять лет, отмечает председатель думы, проблема городского бюджета стоит особо остро. В бюджет Полевского городского округа входят наши местные налоги, и сегодня они составляют, к сожалению, менее 50%. Это земельный налог, налог на единый налог на обвиненный доход, это по малому и среднему бизнесу, налог на имущество физических лиц, и областью делегировано 30% налога на доходы физических лиц. И тем не менее, избранники народа делают все, чтобы жители города не несли лишние траты. В процессе рассмотрения земельного налога мы приняли решение, несмотря на маленький бюджет, не перекладывать обузу налогообложения на плечи нашего населения. Практически мы для населения сегодня не увеличивали земельный налог. Мы одна из немногих территорий, которая осталась придерживаться той точки зрения, что наши ветераны не должны платить земельный налог, зная о их доходах. Председатель комитета по городскому хозяйству и муниципальной собственности Олег Егоров на отчете перед избирателями рассказал о том, что за отчетный период времени их комитетам было проведено 11 заседаний, на которых рассмотрено 54 вопроса. Самым острым вопросом жителей стало освещение городских улиц. К сожалению, за последние два года средств в местном бюджете хватает только на текущий ремонт. Но вот здесь наметилась, на мой взгляд, положительная тенденция в последнее время, буквально после последней сессии, в связи с передачей сетей обл. коммун.н.р. Это довольно серьезная, солидная организация, обладающая достаточным кадровым потенциалом, хорошим. Кроме председателя комитетов перед южанами читались депутаты из южной части города. Игорь Кулбаев с октября 2009 года принял участие в работе всех четырех комитетов. Из 45 сессий думы был на 37, провел 4 депутатских приема. За время его работы к депутату поступило 8 обращений местного характера и 8 коллективного. По каждому обращению депутатам были отправлены запросы в администрацию южные коммунальные предприятия ОВД и ГИБДД и получены официальные ответы. Вопросом особой важности для горожан на сегодняшний день, по мнению депутата, является повышение тарифов на услуги ЖКХ. На 2011 год рост тарифов не должен был превышать 15%. Но многие жители начали звонить и возмущаться, почему рост тарифов в пятенцах выше. Действительно, многие депутаты по северной части города и по южной подключились к этой работе. Мы просчитали по квитанцам рост тарифов. Действительно, все соответствовало не более 15%. Но, положая руку на сердце, нужно сказать, наверное, следующее, что на некоторые виды тарифов, такой, как содержание жилья, рост тарифов состоял 24%, например, а на ту же канализацию не более 7-8%, а в совокупности 15%. То есть, именно рост тарифов был увеличен на те основные статьи, которые приносят, ну, скажем так, если выражаясь мусорским источником, доходы. Обсуждаемые вопросы депутатами на сеть всех думы и проблемы, которые поднимаются жителями сегодня, выяснилось, что имеют зеркальное отражение. Иначе не может и быть, потому что и те, и другие живут в одном городе с его радостями и проблемами. На встречу с депутатами пришли порядка 60 человек. Заслушав обстоятельные отчеты депутатов, жители подняли новые вопросы, над которыми предстоит работать действующим депутатам городской думы. Наталья Рожкова, Павел Пырлик. Новости нашего города.